Девочки, вы хотите понять, что вы делаете на уровне разума? У вас притяжение, либо отталкивание лучшего, притяжение какого-то не лучшего? Смотрите, у меня к вам такие вопросы, вам нужно сфотографировать и задать себе эти вопросы завтра, сегодня и каждый день. Ответьте себе на вопрос, ответьте мне можете на вопрос ответить. О чем вы думали сегодня, когда проснулись? Ответьте мне на вопрос, когда вы были с мужчиной, о чем вы на самом деле думали? От что вы крутите в голове, какие мысли крутитесь в голове, когда вы находитесь сама наедине с собой? И вот вам ответ. Если вы, когда просыпаетесь, у вас внутри тревога, паника, напряжение, и вы думаете о том, чего не хотите, о чем в каком-то минусе, о чем-то плохом, значит у вас на уровне разума уже идет отталкивающий заряд. Мужчина, который просыпается с вами или которого вы выйдете, встретите на улице, он прям чувствует, что вот здесь, в этом котле, варится минус, отталкивающая, больная какая-то, напряженная энергия, страхи, какая-то боль и так далее. Я понятно объясняла? Если вы просыпаетесь утром и думаете о том, что круто, я проснулась, потому что миллион людей сегодня не проснулись, а я проснулась, то есть вы женщина плюс, а не минус. У вас есть шанс, что у вас есть притяжение на уровне разума, а не отталкивание. Скажите, пожалуйста, пока с этим все понятно, что я имела в виду в этом пункте. Итак, шаг номер один, чему нужно будет научиться, учиться всю жизнь, это работать с установками, управлять своими мыслями, быть вот здесь на уровне разума, человек плюс, который видит, а что хорошо, я проснулась, и это круто, какое счастье, я проснулась, миллион людей сегодня не проснулись. Я проснулась, и он рядом, у меня рядом мужчина, блин, как мне повезло, миллионы женщин просыпаются одни, они мечтают о том, что есть у тебя. Так ты кто, женщина плюс или минус? И это ответ на вопрос, что у вас там творится на уровне разума, притяжение на уровне разума. Так, я вообще отталкиваю, как мужчины, всех отталкиваю, как мужчины, они меня раздражают. Вот, это точно, если у вас есть раздражение, вы злитесь, вы видите страхи, вину, боль, страдания. Если вы женщина, полная вот этого дерьма, вы точно отталкиваете достойных мужчин, никто не хочет знакомиться, никто не хочет жить с невротиком, который тревожится, всего боится или думает о плохом, это понятно. А вот Екатерина утром читает молитву благодарности и афирмации на успех. Какая вы молодец. Все, я тоже рада вас всех видеть, кто-то только присоединяет. Так, отталкиваю, замечаю все это, не понимаю, как это изменить. Анна, будем работать над этим, пока задание основное, это научиться работать с установками, управлять свои мысли. Вы не станете магнетизмом женским, вы не станете притяжением, если не сделаете свои заряды в голове, свои искры положительные заряды, а не отрицательные. Понятно, вы все отталкиваете, не только мужчины, но и деньги. Что делать? Смотрите, что я дам вам сейчас в этом, какие инструменты я могу дать здесь на мастер-классе, прямо сейчас, для того, чтобы разобраться с этим уровнем притяжения. Итак, первое, что я хочу, что бы вы сделали. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас закрыли глазки. Как вам такая идея? Вы закрыли глазки, сделали глубокий вдох и глубокий выдох. Делаем вдох, расширяемся. Живот надуваем, легкие раскрываем и глубокий выдох. Почувствуйте, как расслабляется шея, голова, челюсть, плечи, все, расслабилось. И представляем себе, как ты просыпаешься своим каким-то идеальным утром. Прямо почувствуй, как будто это происходит здесь и сейчас. Ты просыпаешься каким-то идеальным утром. И ты какая-то идеальная. Посмотри на себя, как ты выглядишь. Посмотри на свои ручки, на свой животик. Посмотри на свою грудь. Ты проснулась в пижамке, возможно, в красивом белье, возможно, в красивой какой-то женской такой сексуальной рубашечке. Возможно, ты проснулась голенькая. Как выглядит твоя грудь, ноги, живот? Как выглядит кровать и простынь, на которой ты проснуешься? А если там с тобой кто-то рядом, а он обнимает тебя, возможно, его рука лежит на твоем бедре, а возможно, он весь на тебя так перекинулся ногами с руками и укрыл тебя, как волосатое одеяло, как мой муж делает. Представь себе, как он спит. Или ты проснулась, а он смотрит на тебя, например, и улыбается, и поправляет твои волосы. Что ты делаешь? Ты встаешь, ты идешь. Представь ваше утро. Какие-то мгновения, какие-то взгляды и прикосновения. Ощути свое состояние. Ощути свое переживание, как ты чувствуешь себя рядом с этим мужчиной. Представь себе, как вы завтракаете вместе. Как это происходит именно у тебя. Что делает он, что делаешь ты. Как вы идете на работу. Как вы встречаетесь вечером. Просто представляй себе какие-то фрагменты, куски этого фильма под названием «Твоя идеальная жизнь». Твои идеальные отношения. Представь себе, как вы смотрите друг на друга. Представь себе, как вы касаетесь друг друга. Представь себе, как вы общаетесь. Как он дарит тебе то, что радует тебя. Как ты реагируешь. Просто закройте глазки и представляйте. Гуляйте там, будьте там, чувствуйте себя там. Как ты чувствуешь себя там, рядом со своим мужчиной. Как ты чувствуешь себя сейчас в этой жизни. Запомни это состояние. Почувствуй это состояние. Ощути запах, вкус. Что ты видишь, что ты слышишь, что ты чувствуешь. Прям напомнись этим так, чтобы мурашки побежали. Почувствуй какой-то фрагмент, какую-то идеальную картинку, какой-то кусочек из мечты. Улыбнулись. Потянулись. Хорошо. Открыли глазки и возвращаемся ко мне. Напишите мне, пожалуйста, в чате, что удивило вас в этой картинке. Что удивило вас? Что удивило вас? Просто что было необычно, неожиданно в том, что вы увидели. Что вам сейчас понравилось? А кто чувствует себя на десяточку? Вот по десятибальной шкале на десяточку. Кто чувствует себя сейчас супер круто? Супер хорошо. У кого получилось? У кого получилось? Со мной почувствовать, со мной погрузиться. Меня наполнило теплом. Десяточка, десяточка. Улыбка до ушей. Мои вы хорошие. Я счастлива. Мне хорошо. Да, это мог бы быть не ваш муж. Совершенно верно. Я вообще не говорила представлять какого-то конкретного мужчину, а просто образ идеального мужчины. Кто сказал, что ваш муж – это идеальный мужчина? Так, круто, кайф. Хорошо, супер. Теперь, девочки, запоминаем. Это то, что вам нужно для того, чтобы было притяжение на уровне разума. Это то, что вам нужно делать каждый вечер, когда вы усыпаете, и каждое утро, когда вы просыпаете. Чтобы построить идеальные отношения с мужчиной, нужно вначале их построить в своей голове, в своем сознании, в своем подсознании, в своих вот этих каких-то сумасшедших ощущениях. Смотрите, прежде чем фильм появится на экранах в кинотеатрах, он не давал спать автору фильма, режиссеру, сценаристу и даже директору по костюмам. Они крутили этих героев, крутили фрагменты из этого сценария, они крутили тысячу раз сцены, делали себе там монтаж в голове, чувствовали возбуждение от уже как бы представления желаемого фильма. Они прокручивали каждое действие главных актеров, и им казалось, что это уже реально происходит. Персонажи для них оживали в их голове, в их подсознании, в их подсознании, в их сознании, в их картинках и образах. Для того, чтобы создать притяжение на уровне разума, нужно уметь притягивать желаемое и перестать думать о нежелаемом. Перестать в голове рисовать картинки, как он изменяет, как он шляется, как он предаст, как ты одна останешься и не встретишь никого. Или вы идете на свидание и в упор думаете о том, что сейчас будет очередное разочарование и опять не тот. Либо все мужчины слабые, перевелся мужик, это твоя мама скорее всего в твоей голове говорит, а не ты. Это какие-то травмы где-то там в тебе поют, а ты забываешь о реальном мире, включаешь фильм, что ты сейчас придешь на свидание. И там он. Девочки, я прямо представляла себе, как я открываю глаза, где-то я на какой-то вечеринке, тусовке, на каком-то обучении. Я в какой-то момент открываю глаза, и на меня смотрит он. И весь мир перестает существовать. И мы смотрим друг на друга, и у меня текут слезы, а он не может пошевелиться. Смотрите, я говорю, у меня уж мурашки бегут, я не знаю, как там у вас. И вы идете, и он подходит к вам и говорит, ну типа, кто вы, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Светлана, я говорить не могу. Я смотрю на него, он не может от меня отойти, мы оба смотрим друг на друга. И вот это, вот это все я себе представляла, когда я шла на свидание. Это для невест, а для жен, когда я жду мужа, я не думаю о том, что он, как всегда, опоздает, придет, не то купит, забудет, придет, уставший и там и всякая хрень. Или он точно где-то сейчас с кем-то, ему хочется быть там с кем-то, с друзьями, а не со мной. Я не об этом думаю. Я создаю притяжение на уровне разума и думаю о том, как он скучает за мной, как он едет домой, и у него в картинке, в голове, как он хочет меня поцеловать и понюхать меня. Как он заходит, как он рад меня видеть, как он меня обнимает, целует, нюхает, как он меня тянется ко мне, приходит возбуждение, как мы срываем друг друга вещи и падаем в жаркий секс. Секс, об этом думать надо, для того, чтобы было притяжение на уровне разума. Скажите мне, пожалуйста, это круто? Это огонь-огнище? Вы понимаете, в чем суть того, что я хотела вам сейчас донести? Напишите мне, это круто, это огонь, и мы пойдем дальше с вами. Я очень быстро раскрыла для вас проблемы на уровне разума и то, что создает притяжение на уровне разума. Работа и непочатый край, согласны? Чтобы убрать. Представьте себе, что у вас здесь зеркало, такое грязное, залапанное, заляпанное, запыленное. И вот идут мужчины по улице, и они не видят вас, потому что у вас грязное зеркало. Тут грязное зеркало, и тут лежат претензии, обиды, мамины, папины установки, травмы детские, залапанное стекло, и он вас не видит. И поэтому вы удивляетесь, что я такая умница, красавица, со мной не знакомится, достойный мужчина. А видят меня только вот эти же больные, с больными детскими травмами. Видят меня только вот эти невротики, которые ищут похожую на маму семейный сценарий. Протереть стекло нужно девочке. Чистота на уровне разума и включить магию притяжения.